Пожалуй, каждого родителя волнует, чем питается его ребенок в школе. Возможность проконтролировать рацион учащегося дает автоматизированная система «Школьная карта». Она предлагает множество функций – пропуск, дневник и кошелек – все в одном. Небольшая карта создает своеобразный паспорт школьника. Вот уже четыре года проект успешно реализуется во многих учреждениях образования нашей страны. А сентября 2015 и в Щелковском районе. Однако муниципальные школы решили не спешить. В первую очередь дали старт безналичной оплате школьного питания. Работу новой системы обсудили на совещании с представителями комитета по вопросам образования и директорами школ. Для нас это на самом деле очень важный проект. На сегодняшний день актуальность этой работы очень велика. Я, безусловно, искренне благодарю руководителей образовательных учреждений за то, что они провели непростую работу за прошедший месяц. Этот проект у нас вступил в свою реальную работу с 1 октября. В сентябре месяц мы с родительской общественностью, с управляющими советами общеобразовательных учреждений прорабатывали все технические нюансы введения школьной карты на территории. Сейчас система работает в 11 учреждениях образования района. У безналичного расчета несколько преимуществ. Во-первых, исключается контакт маленьких детей с бумажными купюрами, которые редко блещут чистотой. Во-вторых, преподаватели ребят освобождаются от обязанностей по сбору денег. Все, что они должны сделать, определить количество учеников. И самое главное, используя специальный сайт, родители могут узнать, куда ребенок потратил выделенные деньги. На данный момент по городу Щелково на нашем сайте зарегистрировалось полторы тысячи человек. Это родители, которые непосредственно зарегистрировались на нашем сайте и теперь могут через сайт отслеживать, чем питался их ребенок, сколько денег у него на счету, сколько списалось. И 500 человек скачали мобильные приложения. Оплатить услуги можно через специальные терминалы, установленные в школах района. Причем за полноценный обед и покупку, например, сладостей в школьном буфете, средства перечисляются отдельно. Это делается для того, чтобы увеличить количество детей, получающих именно горячее питание. В новой школе номер 17 уже стоят два терминала, через которые можно произвести оплату. Большая работа проведена по обучению преподавателей и родителей учеников тонкостям новой системы. Мы провели достаточно серьезную, по моему мнению, разъяснительную работу, как с классными руководителями, потому что они непосредственно участники этого проекта, непосредственные участники. И именно от них зависит, как мы грамотно объясним родителям, для чего этот проект, как он работает, какие у него есть плюсы и минусы. В скором времени во многие школы поступят и так называемые буфетные карты, с помощью которых ребенок сможет сам приобретать продукты. Однако, на что же выделить средства, покупку шоколадки или мяса с картошкой, по-прежнему решает родитель. Также в перспективе услуги можно будет оплачивать даже через мобильные приложения. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадио компания «Щелково». Спасибо.